30 апреля исполнилось три года, как депутаты Одинцовского округа приступили к своим обязанностям. Они помогают жителям в решении их проблем, сами выходят с инициативами по улучшению жизни горожан, работают в сотрудничестве с местной исполнительной властью. Многое мы за эти три года вместе с вами сделали, но еще многое и предстоит сделать. Поэтому всех вас поздравляю с мини-юбилеем и желаю успешной работы в дальнейшем. На очередном заседании Совета депутатов особое внимание уделили исполнению муниципального бюджета за 2021 год. Как отметила докладчик замглавы округа Людмила Тарасова, сегодня по проекту имеется положительное заключение контрольно-счетной палаты и Одинцовской городской прокуратуры. Доходы бюджета округа в 2021 году составили 27,7 миллиарда рублей, расходы 28 миллиардов рублей. Дефицит бюджета 273 миллиона рублей или менее 2% при допустимом дефиците 10%. Еще одна тема – особенности проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Одинцовского округа. Это касается проектов генплана, планировки и межевания территорий, правил землепользования. Теперь они будут проводиться в том телеуправлении, о котором идет речь в проекте. Обязательным становится и участие правообладателей земельных участков и капитальных строений на них. Основная цель этого установления особенностей – это сроки. Если раньше у нас сроки по всем видам, которые я перечислил, составляли от 30 до 90 дней, то теперь нам рекомендуют упорядочить до 30 дней, не больше месяца. Весь предыдущий месяц руководство округа работало в режиме выездной администрации. Глава и его заместители посетили многие теруправления. На местах к ним присоединялись и депутаты. Такой формат оказался успешным, ведь главное здесь – прямой диалог с жителями. Здесь главное того, чему добивались – это прямой диалог с жителями, который приходит к вам и к нам в эти выездные дни администрации на личный прием. Непосредственно говорят нам глаза в глаза о своих бедах, проблемах, приходят с какими-то предложениями или просьбами. И это нам позволяет оперативно реагировать, предметно реагировать на все эти вызовы. Андрей Иванов решил продолжить практику выездных администраций и в мае. При этом глава округа рассчитывает на участие в таких встречах с жителями, депутатов и их личное содействие в решении проблем округа. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.